Впрочем, с рокировок день только начался, а продолжился большими белорусско-российскими переговорами. В Минск из Москвы прибыла делегация во главе с председателем правительства России Михаилом Мишустиным. В последнее время переговоры между партнерами участились. Накануне в российской столице встречались министры иностранных дел, а уже скоро там ждут Александра Лукашенко. Сегодня же встречи в узком и расширенном составах длились во Дворце независимости до вечера. От экономических последствий пандемии и сотрудничества в этих условиях до громкого дела Навального. Игорь Тур расскажет в подробностях. У сегодняшнего церемониала две причины повышенного информационного внимания. Во-первых, из-за коронавирусных препятствий гостей во Дворце независимости принимают в последние месяцы реже обычного. Во-вторых, стройный братский ряд белорусско-российских флагов намекал. Ждем даже не совсем гостей, ведь они нам как родные. Спасибо, спасибо. Сегодня не особенно, когда она красочно запечатлена на картине. Мой домик, где я с мамой росу. О ходе переговоров между Романом Головченко и Михаилом Мишустиным глава государства осведомлен детально, потому сразу к делу. Понятно, что из-за COVID-19 и других причин в последние месяцы резкого сближения в повестке союзного государства не было. Но что касается последних недель, тут Кремль однозначно подставил плечо. Я очень благодарен вам за последние недели, может даже месяц, полтора. Мы договорились с Владимиром Владимировичем еще до выборов об этом. Как мне вчера Роман Александрович докладывал, что вы значительно продвинулись в решении тех вопросов, наболевших вопросов для нас. В связи с отдельными тут выпадами. Это для нас урок. Я больше говорю об уроках, о том, чтобы этот урок сподвиг нас сделать соответствующие выводы. Две братские республики, Российскую Федерацию и Беларусь. И по многим-многим вопросам, по которым мы вроде бы не смогли раньше договориться, чтобы мы договорились. А вам спасибо за то, что вы в тяжелую минуту подключились и помогли нам, ну хотя бы в экономике, серьезно стабилизироваться. Очень серьезно. Особенно в умах людей произошел переворот, что Россия, она от нас не отвернулась в эти трудные времена. Еще раз спасибо. В гостеприимном Минске мы особо хотели бы подчеркнуть, что Россия полностью поддерживает суверенитет, независимость и территориальную целостность Беларуси. Для нас Беларусь родная страна. А то, что касается работы, сегодня мы приехали большой делегацией, с нами ключевые министры, вице-премьеры российского правительства, для того, чтобы, как мы уже намечали и как вы об этом сказали, обсудить всю повестку дня двухстороннюю. По многим вопросам прогресс, в том числе по вопросу, когда мы с вами говорили и обсуждали будущего союзного государства, которое будет основано на абсолютно независимой позиции наших государств, но с соответствующими мероприятиями экономического характера, о которых мы договаривались. При этом принято считать, что это Россия, как старший брат в курсе всех дел, которые происходят у нас и вокруг нас. Но и Беларусь событиями в России интересуется активно. Как говорится, чем можем, поможем. И вот Александр Лукашенко по одной из самых обсуждаемых в соседней стране тем высказывает свое мнение и подтверждает документом. Вы видите, что происходит, Михаил Владимирович, у нас. Мы видим, что происходит вокруг России. И мы вынуждены были, видя недружественные шаги со стороны блока НАТО у наших границ, переброска американских подразделений, других подразделений из глубины их натовской территории к границам Беларуси, особенно самолета В-16. Мы это все видим, поэтому мы вынуждены были отвечать. Мы развернули практически половину нашей белорусской армии, фактически взяли под контроль западные границы с Литвой и Польшей. Ну, наверное, эта демонстрация дала свой результат. Но я к чему клоню? Я заметил, наблюдая за российскими событиями, новая фишка появилась. Опять новичок, опять отравление. Так я вам должен сказать, что до выступления Меркель, она заявила, что ему хотели закрыть рот, то есть Навальному. И мы перехватили разговор. Мы так понимаем, с Варшавой. Варшава разговаривает с Берлином. Два абонента на связи. Я вам дам почитать его. Мы подготовим и направим ФСБ, который отчетливо говорит о том, что это фальсификация. Никакого отравления Навального не было. Группа специалистов, я так понимаю, подготовили для Меркель, для ее администрации факты, а может быть и заявление, которое она сделала. Сделали они это, чтобы, вот цитата, чтобы отбить охоту Путину, сунуть нос в дела Беларуси. И вот процитировал этот разговор. Кому это надо? И главное, одна тоже цитата. Тем более в ближайшее время у них выборы, день голосования в регионах России. Надо перед этими выборами какую-то подсунуть пакость. Мы думаем, что еще что-то придумают. Вот их стиль. Здесь я о Беларуси разговор есть, я вам оставлю. То есть спокойной жизни они нам не гарантируют. Спокойной жизни нам не будет. Они уже по уши увязли в этой лжи и вранье, но правда всегда побеждала. Еще важная деталь, которая сегодня, не будь громких кадровых решений, встречи с Мишустиным, была бы во внутрибелорусском топе новостей. Российскую вакцину от коронавируса протестирует наш премьер-министр. Но с вакцинами вы нам поможете. Конечно. Мне Владимир Владимирович скажет, что это будет первая страна, которым мы поможем с вакциной. Так это и будет. И я рад, что Роман Александрович Головченко принял решение, собственно говоря, сегодня сделать вакцин. Это его решение. Я надеюсь, что все будет хорошо. Уверен в этом. Спасибо. Что же касается самых важных тем по союзному государству и задач для двух независимых стран в торговле, то их, кажется, знает каждый белорус. Уж очень активно обсуждались в свою до-коронакризисную эпоху и цены на энергоносители, и поставки нефти, и знаменитая карта интеграции. Работа ведь по всем направлениям не остановлена, а стояла на паузе. Пришло время снова ее запускать. Об этом уже говорят на премьерской встрече в расширенном формате. Потерпев неудачу в попытке политического близкрига, определенные силы работают над попытками расшатать экономику страны. Но нам не привыкать к противостоянию внешним вызовам, особенно чувствуя поддержку нашего союзника Российской Федерации, которая является и нашим основным торговым партнером с долей 48% по итогам января-июля текущего года. Сегодняшнее время непростое не только для Беларуси, но и для России. Что связано с продолжающимся негативным эффектом пандемии коронавируса, кризисом в мировой экономике, санкционным давлением, данные проблемы требуют принятия четких и понятных решений на уровне правительств наших стран, которые бы стали не только руководством к действию для министерств и ведомств, но и четким сигналом для всех экономических агентов. В России дорожат нашими добрыми, добрососедскими, союзными отношениями, можно сказать, братскими отношениями. В прошлом году товарооборот наш взаимный был больше 35,5 миллиардов долларов в эквиваленте. К сожалению, пандемия внесла свои коррективы. За это полугодие на 21% снизился, соответственно, наш товарооборот до 12,5 миллиардов долларов. Но надеюсь, что мы сейчас, когда уже ситуация под контролем и пандемическая ситуация улучшается, сможем наверстать упущенное. И еще раз важная деталь. Короткая фраза Мишустина, но колоссальная для экономики Беларуси. Правда, без подробностей, но все же. Хотел бы также, уважаемый Роман Александрович, поприветствовать все решения, которые сегодня мы уже обсудили, были приняты по взаимно нашим вопросам, связанным с оплатой по энергоносителям. Мы достигли с вами всех договоренностей. Фактически после этих слов внушительное белорусско-российское сообщество чиновников и экспертов приступило к обсуждению деталей. Правда, уже в режиме без прессы. Ожидалось, что итоговых заявлений будет немало. Все же разговор один на один Лукашенко и Мишустина, плюс встреча в широком составе, это около пяти переговорных часов. Тема, правда, слишком обширная, чтобы расставлять точки молниеносно. Россия является основным поставщиком энергоресурсов для Республики Беларусь. И в то же время Республика Беларусь является крупным транзитером, страна, через которую проходят огромные объемы нефти и газа транзитом в Европу. Поэтому, конечно, для нас очень важно, чтобы у нас были стабильные, долгосрочные отношения по поставкам нефти в Республике Беларусь, по поставкам газа. Но журналистов, конечно, интересовала конкретика. Главная тема – стоимость энергоресурсов для Беларуси – поставки российской нефти, в том числе, как предлагал Александр Лукашенко, через российские, а не литовские порты и развитие энергосистем двух стран перед вводом в строй белорусской атомной станции. Это предмет переговоров, в первую очередь, на уровне компаний, поставщиков газа, Газпрома и покупателей газа, то есть потребителей Республики Беларусь. Я думаю, что эти переговоры в ближайшее время уже начнутся после погашения задолженности за газ. По нефти, ну вы знаете, что у нас нефть, она поставлялась и поставляется в Республику Беларусь в рамках индикативных балансов. На этот год индикативные балансы на последующие годы предусматривают 24 миллиона тонн, хотя объем поставок несколько ниже, с учетом потребностей Республики Беларусь в переработке. Что касается цен, то они формируются на основе, опять же, коммерческих договоренностей между российскими компаниями нефтяными и Белнефтехимом. Я знаю, что между ними очень конструктивные переговоры, что наши компании подтверждают уровень цен, которые действовали в 2020 году. Имеется в виду, что формула ценообразования с учетом переменности, она остается неизменной. Российская сторона заинтересована в том, чтобы нефтепродукты, которые сегодня реализуются через третьи страны, у нас есть возможность обеспечить реализацию этих нефтепродуктов через Санкт-Петербург, через услугу, то есть через российские порты. Для этого необходимо также проработать, соответственно, экономические условия. И, собственно, мы этим тоже в настоящее время займемся в соответствии с поручениями председателя правительства. Что касается непосредственно поставок электроэнергии, выработанной на Белорусской электростанции, и в целом взаимоотношения в области электроэнергетики, сегодня также затрагивались между двумя премьер-министрами. И мы в ближайшее время договорились также с министром, здесь Михаилом Ильичем Каранкевичем, что мы создадим рабочую группу, которая все эти вопросы отработает. А теперь про расставленные точки. Уже анонсировано, да и во Дворце независимости об этом сегодня говорили. По ключевым вопросам решения все же будут принимать Александр Лукашенко и Владимир Путин. Встреча пройдет в Москве. Игорь Тур, Сергей Инковский, Дмитрий Буй. Наши новости ОНТ.